Шоу-бизнес, музыка, кино и всё связано с городом Бендера. Я думаю, точно не Боярский, но мне на самом деле больше всего задорно всегда нравилось. Единственный минус по сравнению с айфоном, где я в детстве пытался снимать... А сейчас ты снимаешь вот в любом счете камеры? Слово блогер меньше 30 лет, но есть люди, которые занимались этим и в 70-е. Просто так, для души. Мы нашли такой пример. Житель Бендера полвека назад купил себе видеокамеру. К слову сказать, что тогда в то время в городе все не знали, что это вообще такое. То есть, чем его, как говорится, едят. Контент его был исключительно семейным. Вместо того, чтобы снимать демонстрации к 7 ноября, ну или маёвки, да, он исключительно снимал своих родственников. У Бендерской семьи есть теперь благодаря этому свой уникальный архив. У нас в гостях сегодня Дмитрий, внук первого блогера Бендерского. Ну, мы так его назвали. Да, мы так его назвали. Привет. Дим, привет. Спасибо, здравствуйте. Мы увидели в твоём Инстаграме видео, где тебе годик. Расскажи вот свои впечатления, эмоции от увиденного. У меня, допустим, есть фотографии только 4-5 лет, да, то есть, а вот такой, а не, вру, есть одна фотография, кажется, где мне годика два. Но увидеть видео, это вообще, мне кажется, шикарно. Ну, на самом деле, фотографий-то у меня тоже много, потому что дед занимался и фотосъёмкой, и киносъёмкой, как тогда говорили. Но фотографии проще лицезреть, как бы они напечатаны на бумаге, и ты просто смотришь, и воспоминания к тебе приходят. А, собственно, киноплёнки эти, 8-миллиметровые, старые, то есть, для этого нужно соответствующее оборудование, чтобы посмотреть их. Там где-то они проявлены, где-то не проявлены. То есть, ты спустя десятилетия находишь вот это вот, и даже не понимаешь, что на них записано. И для того, чтобы это понять, нужно проделать какую-то работу. Ну, ты имеешь в виду по поводу того, чтобы оцифровать всё это дело? Да, оцифровать, проявить, да. Знаю, что он проблематично и у нас, и в соседней Молдове, и Украине было сделать это. Ты всё это оцифровал в Москве. Да, конечно. Всё сложно было. Это было очень просто, вопрос только денежный. Это дорого? Ну, наверное, относительно, да. Но, как бы, я считаю, что это всё-таки для семейного архива довольно ценное вложение. Ну, потом видишь, что твои внуки будут говорить, а вот мой дед вложился как-то, и оцифровал, значит, кадры. Прадеда. Как появилась камера? Что говорили? Да, просто, вот, мне кажется, люди в Советском Союзе, они находили себе легкого влечения, потому что не было интернета, нельзя было себя заполнить в свой рабочий день просмотрами тиктоков. Приходилось что-то углубляться, вникать. В этом плане, конечно, в те времена люди были поинтереснее. Камера до сих пор работает? Она работает, да. Опять же, главная проблема в том, что найти... Там какие-то батарейки, не знаю как, от розетки, как она заряжается? Она механическая, на пружине, то есть идет в завод, и какое-то количество времени, пока пружина разжимается, то есть идет съемка. А можешь показать? Да, конечно. То есть без зарядки, да, все это дело происходит? Естественно. Вот, мне кажется, вот эти вот нанотехнологии в современный мир-то без зарядки. Посмотрите, какая она красивая. Ты свой айфон, получается, смотришь, оп, тебе зарядка не нужна, так вот до пружинки, получается, только его. Докрутила. Да, и, кстати, здесь разрешение можно побольше, чем на айфоне получить. Серьезно? Ну, за счет того, что пленка, да, она как бы идет аналоговое изображение. Ну, она в очень хорошем состоянии. Она где-то заброшена была, или ты знал, где искать? Нет, она лежала дома, я с ней постоянно игрался, я засветил кучу пленок, видимо, которые не проявлены были еще. Дорогое удовольствие такое, да, на самом деле? Ну, возможно, это были потеряны какие-то... А сейчас ты снимаешь вот при помощи этой камеры? Мне кажется, я в фильмах где-то видел такое, вот именно вот когда вот так вот... Ну, я, опять же, я в детстве пытался снимать, конечно, заправлял, там, читал инструкцию, но, как бы... А сейчас пленку можно приобрести на такую камеру? Я думаю, это только среди каких-то энтузиастов. Там дело даже не в том, чтобы приобрести пленку, а чтобы... В антикварный магазин нужно звонить, наверное. Найти, да, реагенты, где это все проявить потом и посмотреть, что получилось. То есть, это же целый процесс химический. То есть, там сейчас нет, да, пленки... Вот, если... Я думал, поснимать нас, наверное... Сюда можно посмотреть, навести там фокус. Здесь всякие есть фотофильтры, которые можно накрутить. Здесь всякие диафрагмы, выдержки. Да, хочется отметить, что она, правда, в очень хорошем состоянии. И самое главное, когда нажимаешь курок, она издает такой звук. Слушай... То есть, это процесс съемки непосредственно, да. Но единственный минус, по сравнению с айфоном, конечно, что... Все-таки минус, все-таки минус есть. Что она не записывает звук. А, то есть, это все вот так вот, да? Естественно, да, это не мое кино. Да, и когда включаешь вот эти киноленты, можно на фоне, на пианино наигрывать себе... А, ну, можно на Норилс, можно наложить все-таки мелодию, благо в социальных сетях. Или что-то посовременнее, да. Такого, значит, на такую камеру, видимо, Чарли Чаплина снимали, если ты говоришь про немое кино. Что любил снимать дедушка, может, рассказывали? Ну, из того, что до меня дошло сохранившийся съемок, естественно, это всякие семейные посиделки с вином, дети. Нашел видео, где моей маме один годик тоже. То есть, получается, между вот этим моим видео в Инстаграме и там видео с мамой, там 20 лет разница. Подписчики как-то реагировали насчет твоего видео? Ну... Дима, что ты делаешь? Откуда ты это взял? Ты что, ограбил музей? Я как бы не гонюсь за славой среди подписчиков в Инстаграме. Не, не пополню славу. Может, с друзьями делился. Просто, мне кажется, был бы я на тебя подписан, но не... Меня бы это удивило. Ну, на самом-то деле, что это такое? И подпись-то, откуда это видео, все? Ну, да, конечно. Ну, не знаю, просто есть люди разного поколения и возраста. Допустим, те, кто уже родился ближе к середине 90-х, у них есть какие-то видеокадры с своего детства, потому что уже там более-менее эти пленочные камеры появились, заграничные. А это, конечно, да, 90-й год, наверное, где-то раритет. Не говорю же о том, что современных детей, естественно, вот у меня родятся дети, их не удивить вот этими, потому что их-то будут снимать каждый день на айфон по 10 раз. Вот у меня, допустим, у мамы с папой нет свадебной фотографии. Как вы думаете, почему? Не было фотографа или пленку забыли? Он просто не приехал. Ну, я не знаю, что у него там было, потому что... Нет, я хотел. И не позвонил даже, да. И, то есть, у людей просто нет свадебной фотографии, потому что фотограф, ну, не смог, не знаю, где-то, может быть, загулял. Ну, знаешь, когда у маленьких детей от родителей остается что-то, ну, к примеру, там, футбольный мяч, да, скорее всего, будет футболистом, будет вспоминать, там, камера. Она передала тебе какие-то вот эти вот способности и любовь к видеосъемке? Ну, не знаю. В детстве мне было интересно все-таки. Осталось много оборудования помимо камеры. Ты просто все это засветил, да? Да, я с этим игрался. И тебе уже неинтересно. Вроде ничего не сломал, но единственное, вот мы один раз с отцом проводили сеанс напечатывания фотографий, опять же, с этих старых пленочных фотоаппаратов. Это было интересно. Нашли там какие-то реагенты, в тот красный фонарь знаменитый, в ванной включили. То есть, как в фильме «Метод», условно говоря, там, в какой-то серии. Дим, расскажи, что удалось отцифровать и что тебя удивило вот больше всего из того, что ты увидел? На самом деле удивило то, что я там есть, действительно. Потому что, ну, то есть, я знал, что там есть там родительская свадьба заснята, кстати. Нормально. У меня был и фотограф, и видеооператор. Безкладно. И все пришли. И все соседи, мне кажется, уже видели. Ну, потому что это, да, все родственники фоткали, конечно. А то, что я там успел запечатлеться, потому что когда, к моменту моего рождения, уже дедушка, наверное, снимать не мог, потому что он заболел. И, видимо, это отец мой снимал. Сразу узнал, что это ты? Ну, конечно, сложно не узнать. Ну, смотри, дедушка, скорее всего, я уверен, что хотел бы, чтобы эта камера передавалась по наследству. Вот тут такой еще внук попался, который молодец, все это дело нашел, во-первых. Во-вторых, отцифровал. Будет ли передаваться не только камера, но и оцифрованные файлы по наследству? Нет, цифрованные файлы, конечно, будут. Тем более деньги уплачены за них. По всей видимости, это очень дорого. Хочется как бы, да, чтобы они не пришли даром, естественно, это я сохраню везде. Вот. По поводу того, что еще снимали, на самом деле, после того, как оцифровано было, я с удивлением заметил, что половина из видео – это моя тетя, тренер по легкой атлетике. Она постоянно брала эту камеру и снимала своих учеников на соревнованиях, в лагере «Юность». На вот эту камеру? Да. Какие годы были? А сколько лет ей? Ну, там, в 80-е. Треть тренеру или сколько? Камере. Да, вопрос. К камере сколько лет? Я думаю, ну, вот если она конца 60-х, скорее всего, то есть получается… К 60-х, ну, 50 с чем-то лет, да, точно. Да. А вот эти вот штучки, это что? Это еще были откуда-то в семейном архиве. Шпионские страсти. Это где смотреть или это что? Это вот прямо на кинопроекторе. Он у меня тоже был, но у него сгорела лампа в какой-то момент или двигатель. А, то есть это к камере не относится, это в предатель? Да, это буквально существующий мультик, который можно было посмотреть по телеку, но в то же время… Осталась только коробочка. Не, а там просто разворошили, там она внутри что-то есть. Двойная с обычной перфорацией. Раньше все было лично. Здесь, допустим, какой-то документальный фильм про дворец, то есть это Петергоф. Очень в хорошем состоянии, посмотри, все в каком. Ну, пока дадим, и, может быть, больше никто и не трогал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова